С начала года зафиксировано 139 пожаров. Есть жертвы. Несмотря на то, что опасное время для возгорания на природе только начинается, из-за позднего прихода весны пик происшествий только ожидается. О готовности честников к предстоящему периоду рассказал представитель департамента в ходе брифинга. 139 пожаров с начала года. В них погибли четверо и пострадали трое. Цифра внушительная, но в сравнении с 2020 наблюдается снижение таких случаев почти на 16%. Правда, заслуга в этом, прежде всего, климатических условий. Весна выдалась позднее. Того пожароопасный период стартовал не в марте, как раньше, а во второй половине апреля. С начала пожароопасного периода на территории области произошло 10 природных загораний на общей площади 156 гектаров. За аналогичный период прошлого года было завершено 104 природных загораний на площади 1130 гектаров. На сегодняшний день общая площадь лесного фонда по области составляет почти 217 тысяч гектаров. Безопасность и контроль обеспечивают 8 госучреждений по охране лесов и животного мира. Очистники со своей стороны проводят рейды. Так, создано 13 мобильных групп из 65 человек. Кроме того, к ним примыкают сотрудники полиции, волонтеры и ряд других ведомств. В области в целях предупреждения ликвидации лесных степных пожаров Акимов области дано распоряжение всем заинтересованным органам проведения мероприятий по защите территории и населения области от природных пожаров. 26 числа проведено заседание комиссии по ЧАЭС, где были рассмотрены ряд вопросов и поставлены в соответствии с задачей с учетом прошлых лет. Стоит отметить, что с начала пожароопасного периода мобильные группы провели 73 рейда. Удалось засечь 13 человек, которые незаконно разводили огонь на природе. Их привлекли к административной ответственности.